МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник, который все-таки состоялся. Торжественный парад Победы на площади Советов. Как это было? Она окончила московскую снайперскую школу и встретила Победный май в Берлине. Бывший снайпер из Алтайского края рассказывает о своей непростой судьбе. Испытать себя более трех тысяч человек приняли участие в забеге Кольцо Победы. День Победы в этом году выдался солнечным, теплым. Погода под стать насыщенной праздничной программе, которую провели сегодня в каждом городе и во всех районных центрах края. В Барнауле 9 мая открыли по традиции на площади Победы. Там почтили память солдат, которые в 41-45-х годах ушли на фронт и не вернулись. С Алтая призвали 700 тысяч человек, погиб каждый третий. Далее слово Артема Гусельникова. Еще тогда нас небо на свете, когда с победой вы там обещали. Солдаты моей славы вам навеки. По традиции празднование Дня Победы началось на площади Победы. На мемориале славы возложили цветы все, кто чтит память павших воинов и не готов забыть их подвиги. Великая Отечественная коснулась семей каждого из них, и они не понаслышке знают, чего стоила победа. Лидия Смокотина – ребенок войны. О тягдах того времени помнит до сих пор. Я маленькая ходила по карточкам, получала хлеб в магазине. Там взвешивали сколько-то грамм. Не было ни конфет, ни сахара. Тяжело, конечно, было. Но уже тогда Лидия Павловна понимала, эти лишения – лишь временные трудности. В это время ее отец был на фронте. После ранения он попал в Барнаульский госпиталь, потерял ногу. Но, как и прежде, продолжал верить в скорую победу. И таких историй множество. Важно, чтобы помнили дети. Важно, чтобы дети приходили, чтобы дети помнили этот подвиг. Чтобы тоже чтили память. Чтобы мы жили свободно. Выразить благодарность павшим воинам пришли также власти города и края, и местные парламентарии. Они пообщались с пришедшими, после чего почетный караул дал оружейный залп. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Одно из самых главных событий этого дня – торжественный парад на площади Советов, который все-таки состоялся. В прошлом году День Победы пришелся на начало пандемии, поэтому шествие парадных расчетов пришлось отменить. Если вы сегодня тоже пропустили парад, предлагаем посмотреть, как это было. Минута молчания сотни людей. Этот парад все-таки состоялся. На площади Советов парадные расчеты космических войск, офицеры МЧС России, курсанты Барнаульского юридического института МВД, воспитанники Барнаульского кадетского корпуса и не только. К сожалению, многие не встретили День Победы. И наш святой долг – помнить всех, кто погиб, защищая свое Отечество. Несмотря на то, что из-за пандемии уже второй год подряд акцию «Бессмертный полк» не получается провести в привычном формате, когда на проспект Ленина приходят тысячи человек, в этом году многие люди не растерялись и принесли фотографии своих героев прямо на Парад Победы. Его в 1940 году призвали в армию, и он сразу попал в Карельский фронт. В общем, он ушел в 1940, а пришел только в 1946 году домой. Он вообще сапер-разведчик, но он старался не рассказывать про свои вот эти все. Про войну он как-то не любил рассказывать. После торжественного марша – парад легендарной советской техники. Легковые и грузовые автомобили еще до военного времени. Известные «Полуторка», «Захар». На некоторых из них даже видны боевые отметины. Завершился Парад Победы показательным выступлением взвода почетного караула Бюи. К сожалению, с каждым годом становится все меньше не только ветеранов, но уже и детей войны. Сегодня они тоже были на параде. Я – дитя войны, весь голод, все вот эти унижения, все вот эти оскорбления. Я все это пережил в детстве. А поскольку еще страна восстанавливалась, я только в 1947 году первый раз покушал хлебушка. Ваш отец вернулся с фронта? Нет. Из моей семьи 11 человек не вернулось. Кровных людей 11 человек не вернулось. Нет, вдруг один вернулся с обожженным лицом и без глаз. Такую войну победили. Это невозможно. Другие бы люди не выжили, только русский дух, русский человек со своим духом мог выжить такую страшную войну. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. А на другой площадке Краевой столицы на площади Сахарова развернулась выставка военной техники. Раритетные экспонаты мог посмотреть любой желающий, причем не только снаружи, но и изнутри. Параллельно с этим здесь же отбирали новобранцев на военную службу по контракту. О празднике советской армии и о современной армии в праздник в материале Анастасии Дороган. Станции технической связи, космическая, радиорелейная, спутниковая работают на разных частотах и обеспечивают связь где бы то ни было. Сегодня тот случай, когда они не замаскированы, и барнаульцы, как пчелонаметы, идут к огромной технике. Идут и карабкаются за руль, и малыши, и взрослые. Серьезность момента зашкаливает. К счастью, это лишь игра. Военные общаться с нами на камеру не стали, им нельзя показывать лица. Зато без камеры проводили экскурсии всем желающим. Алексей в такой машине впервые. Сам он больше увлекается другой техникой. Мне в 8 лет подарили родственники книжку про оружие. И вот после этого я уже вовлекся в эту тиноматику. А, наверное, что-то ты сам пробовал уже сконструировать, да? Ну так, рисовал чертеж. Два чертежа танка нарисовал. В будущем парень хотел бы создавать такие модели. Так что взгляд на технику пусть и пока любительский, но уже не предвзятый. Я небольшого роста и тут какой-нибудь мужчина метр девяносто. Он как-то не по месяцу здесь. То есть если бы ты конструировал, ты бы сделал шире, выше, да? Нет, не сделал бы, потому что чем больше, тем тяжелее спрятать. Придется терпеть неудобства. Ну, да. На войне не дома. А вот если бы Алексею уже было 18 лет, то он со своими далеко идущими планами сразу бы пришел сюда. Любой желающий здесь же мог присмотреться и прицениться. А что же он попал? Это же старая, в среднем. У нас сейчас где-то в спецназе, допустим, вот 30 идут здесь. Пехотик где-то до 27 начинается. Мужчина интересуется не для себя. Здесь он с сыном. Тот еще школьник, так что визит ознакомительный. А сам мужчина предпочел бы служить в морской пехоте. За большую функциональность. Я не служил. У меня военная кафедра. Медицинский заканчивал. Поэтому был освобожден от воинской службы. Так как, можно сказать, с другим вариантом альтернативно это прошло. Потому что врач, работающий в сельской местности, призыву не подлежал. Я приходил, просился, они меня не брали. Вот. Ну, сына надо будет отправлять. Чаще всего с регионом связаны. Мало кто хочет переезжать. Но в основном интересуется это ВДВ, морская пехота, и спецназ, ВДВ, воздушно-десантные войска. То есть все хотят в элиту, но не всегда у всех здоровья. Сейчас очень тяжело людей со здоровьем подобрать. В течение года организуют четыре такие выездные акции. Проявляет интерес 3-4 тысячи молодых людей. А отбор проходит в среднем тысяча. В 21 веке к стремлению защищать свою родину уже можно приписать и еще один важный критерий. Необходимо быть здоровым. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. 76 лет минуло со дня Великой Победы. Срок немало, и все очевиднее. Живых героев того времени осталось очень мало. Сегодня в Барнауле встретить на праздничных площадках ветерана Великой Отечественной войны было большой удачей. В силу возраста большинству участников войны сложно выйти из дома. Но в свое главное торжество они не остались без внимания. Праздничные парады провели прямо у домов ветеранов. Орденов не сосчитать. Надежда Мордовцева, узница концлагеря, ветеран Великой Отечественной войны. В 41 году ее молодой девчонкой призвали в Красную армию. Мне пришлось пережить и сражение, и во время атак я была ранена и попала в плен. Я прошла все круги фашистского ада. Когда стала выходить из своей квартиры и услышала, вот первое начало, сразу как-то слезы прошибли. От проникновенной музыки военных лет слезы на глазах. Это двор дома на северо-западной. Здесь живет участник Великой Отечественной войны Алексей Руденко. Выступление взвода почетного караула Барнаульского юридического института и песни в его честь. День победы! День победы! У нас было на батарее 112 человек, из них 40 девчонок. Какая сила! Я наводчиком был. Бомбят много там, значит, кому что. Кого ранило, кого что. Мужики воют, а женщины закосят и лежат, губы белые. Рыли траншеи, землянки преодолевали тяжелейшие испытания. Это все про героев войны, которых осталось так мало. И сегодня они желают потомкам, чтобы оружейные выстрелы звучали лишь в честь Великой Победы. Сегодня 12 361 жителей Алтайского края приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны. Но живых свидетелей тех страшных лет всего 413 человек. И среди них поистине уникальная женщина-снайпер Великой Отечественной, жительница нашего региона. В московскую снайперскую школу она попала сразу после общеобразовательной и, завершив ускоренный курс обучения, пошла на фронт. Об искусстве меткой стрельбы, которая стала судьбой нашей землячки, смотрите далее. Вера Зубченко не просто свидетель времен разгрома немецко-фашистских войск. Живая легенда. Она лично обезвреживала немецких солдат и, как правило, с одного выстрела. Еще девчонкой в 17 попала в снайперскую школу и почти сразу в фронтовой путь. Сначала Ленинград, после Латвийская Прибалтика и здесь ранение. Мы решили отползать. И вот отползли, снайперская пара вперед у меня, в Таранчаево. А я поднялась в Таранчаево прыгать, она у меня до того времени раз, и поясницу. Да хорошо, что меня там пуговицы начинали. И отстреляли пули разрывные. Если она разорвется, так все. Ну и в пуговицы. Ну вот я в Таранчаево собралась. Все. На помощь прибежали санитары и оттащили Веру на безопасное расстояние. Фронтовичка вспоминает. В госпиталь ее везли на лошадях. Немного подлечившись, оттуда пришлось убежать, чтобы не забрали в другую роту. Добрались до своей части. Потом нас перебросили в Белоруссию. Значит, с Латвией мы шли пешочком в Белоруссию. По 50 километров в сутки. Вот. Пришли в Белоруссию. Ну, в Белоруссию там готовились к наступлению. Вот. Приходилось так ей оборону держать. Женская рота снайперов, или, как говорит Вера Корнеевна, девчат, прошла огонь и воду. Они спасали жизни, выручали в самый сложный момент и нередко наводили ужас на фашистов. Но и для женской снайперской роты война не прошла без потерь. Из 30 девчат погибли семеро. А мы девчат сами их родили. Помню, обстрел был сильным. Мы двух девчонок хоронили. Вот. Такой лёжа на животе. Копали могилы. С сапёрными лопатками копали могилы. Потом населили туда травки. Всё это ползали. Подняться нельзя было. Вот. Положили. Марио лицо прикрыли и закопали. Победный май Вера Корнеевна встретила в Берлине. Спустя 76 лет с гордостью вспоминает тот день, когда объявили. Война закончилась. Победа за нами. Как началась стрельба, то с пистолетом, то с видовки, что с чего. Там стреляли до утра. От радости. Видела Жукова. Вот. В Польше. Встретились. Но он такой. Безуметелька слова не скажет. Грубый мужик. Сейчас Вере Корнеевне 96 лет. Она признаётся, что лишний раз не любит говорить о войне. Уж слишком сильно воспоминания бередят душу. И не раскрывает тайны, сколько фрицев уничтожило. Снайпер Великой Отечественной убеждена. Навык метко стрелять – хорошее дело для войны. А для мирного времени куда важнее уметь любить. Сегодня у алтайской снайпер-фрау, так называли немцы женщин-снайперов, семь внуков и правнуков. И она продолжает радоваться жизни. Анастасия Бертенёва, Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. В край сегодня прошёл бессмертный полк и снова в формате онлайн. Второй год подряд памятная акция перемещается с площадей российских городов в интернет. При этом желающих пройтись с портретами своих героев-родственников год от года не становится меньше. 11,5 тысяч заявок получили организаторы в этом году от жителей нашего края. Добавим, если Роспотребнадзор разрешит, то под открытым небом бессмертный полк пройдёт 24 июня. Сотни имён участников Великой Отечественной войны сегодня занесли на стену памяти в самом центре Барнаула. А ещё здесь появились слова благодарности, тысячи спасибо своими руками написали внуки и правнуки тех, кто приближал победу. Анара Шагирова продолжит. Спасибо за мир, спасибо за чистое небо и за нас. Такие надписи оставили сегодня взрослые дети на стене памяти. Все они, если и не знают своих героев лично, то помнят их имена и подвиги. Я пришёл своих двух прадедушек. Один, Давыдов Аким Афанасьевич, это мой прадедушка, и мой прадедушка, Иосиф Липович. День Победы – это воспоминания моих дедушки и бабушки. Бабушка-блокатница, а дед прошёл всю войну, всю, и выжил, и дожил до 88 лет. Прохожие оставляют не только записи. Здесь цветы и игрушки в памяти родных, чьё детство совпало с войной. А ещё звучат песни, те самые, победные. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежатся по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Сёстры Татьяна и Алла с гордостью вспоминают подвиг своего дедушки. В 44-м под Днепром, когда командира роты смертельно ранили, Василий Богданов взял эту роль на себя. И сам уничтожил двух противников. Мы ребятишкам всё рассказываем, прививаем, чтобы помнили, чтобы всё это сохранилось. Даже когда прошлый год были вот эти онлайны, мы всё равно по аллее шли с нашим дедушкой. Акция «Стена памяти» существует уже 6 лет. Идея принадлежит учителям 53-й школы Барнаула. Это некий прообраз стены Рейхстага, где 76 лет назад советские солдаты также оставили надписи. В будущем, говорят организаторы, они планируют все стены, а их уже около 20 разместить у мемориала славы. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Тематическая фотовыставка начала работу под открытым небом в Нагорном парке. По словам организаторов экспозиции, это культовое место для барнаульцев. Здесь молились Богу, поминали людей, а в советские годы хвалились достижениями социализма. Этой весной решили напомнить горожанам о подвигах жителей краев Годы Великой Отечественной. Экспозицию разделили на две части. Одна рассказывает о наградах и орденах, а вторая – о боевых подвигах жителей региона. Здесь можно увидеть архивные документы военных лет, медали за заслуги перед Отечеством и фотографии времен Великой Отечественной. Посетить фотовыставку можно в любой день, экспозиция продлится до конца мая. Организаторы утверждают, что в будущем проведут ее в онлайн-формате. Таким образом у нас сформируется накопительный материал выставка и прошлого года, можно ее посмотреть, выставка этого года. И последующие материалы, которые будут оформлены и работа будет проведена, они будут доступны для всего мира во всемирной паутине интернете. Прошел сегодня и традиционный забег «Кольцо Победы». Спортсмены от 10 до 60 лет приняли участие в традиционных праздничных состязаниях. Подробнее об этом в сюжете Андрея Дрейра. Четыре категории от детей 10 лет и инвалидов-колясочников, которые преодолевают круги в 1 и 2 километра, до мужчин, бегущих на 10-километровую дистанцию. Это все про спортивно-патриотический забег «Кольцо Победы». И с каждым годом забег становится все более массовым. Обычно 3 тысячи заказывали номеров, в этом году заказали 3,5 и много не хватило. То есть, видимо, потребность физической активности у людей, она есть, остается, она и будет. Поэтому в прошлом году из-за пандемии не проводили. Люди, я думаю, что соскучились и пришли вот так вот массово. Кроме того, пандемия отняла у любителей 9 мая многие массовые мероприятия. А здесь и спорт, и память в одном. «Кольцо Победы» воспринимают не только как забег на свежем воздухе, но и своего рода акцию памяти. Вот, например, в этом году нету бессмертного полка, и я не могу выйти со своими дедами, прадедами. И я вот решил таким способом отдать им дань памяти, их подвигу бессмертному, пробежать максимальную дистанцию. Сейчас я уже бегаю максимальной дистанцией 10 километров. Хотя начинал с трех. Для многих этот забег становится еще и отправной точкой, дорогой в любительский спорт. Так что, вероятно, число участников будет только расти. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. Мероприятия в честь Дня Великой Победы сегодня проходили и в парках города. В «Лесной сказке», например, праздник состоялся при поддержке сибирской медиагруппы. Я живу в Парастинске, там мне некогда скучать. Тепло, солнечно, ясно. Сотни барнаульцев пришли сегодня в парк и наслаждались концертом, который подготовили известные вокальные и хореографические коллективы города. Люди с удовольствием делились с нами своими эмоциями. Именно на таких мероприятиях люди сплочаются и становятся как-то все какие-то неприятности, житейские проблемы уходят на второй план, а становится именно гордость за то, что все-таки мы живем в России и что это великая страна, которая соединяет многие народности. Многонациональный советский народ и победил тогда в 45-м. У гостей сегодняшнего праздника была возможность сфотографироваться почти с настоящим солдатом у стенда, посвященного Великой Отечественной. Фотозону организовали партнеры праздника компания «Ростелеком». Особенно были довольны ребятишки, они с удовольствием примеряли головные уборы, которые носили их прадеды. Объясняем, рассказываем детям о подвиге наших дедушек и бабушек, о этом великом подвиге. Конечно, мы воспитываем детей на этом, чтобы они ценили и понимали, и берегли все то, что сделали для нас наши дедушки и бабушки. Гости праздника участвовали и в конкурсах. Какое имя было у радистки Кэт, что за животное брали на службу связисты. Те, кто быстрее всех правильно отвечал на вопросы, получили заслуженные подарки от Ростелекома. К слову, отличное настроение сегодня было у всех, кто пришел в лесную сказку. Люди в полной мере насладились общением, ведь за период пандемии по таким душевным мероприятиям они успели соскучиться. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. В лесной сказке, а также еще в трех парках города и на главной площади Барнаула Сахарова праздник 9 мая завершат грандиозными фейерверками, пообещала мэрия. Хотя изначально салюты проводить не планировали. Их исключили из программы мероприятий для того, чтобы избежать массового скопления людей. Но накануне власти города все же решили порадовать людей ярким зрелищем. Фейерверки прогремят не в одном месте, а во всех пяти районах Барнаула. Ровно в 22 часа. На этом у меня все новости. Я поздравляю всех с Днем Великой Победы. Желаю мирного неба над головой. До встречи в эфире. Продолжение следует...